Здравствуйте! Сегодня в этом ролике я расскажу о конфликтных ситуациях на стройке. И первая почва для конфликтов это отсутствие интеграции и последовательности между мастерами, такими как мозганщики, электрики, маляры, инсталляторы, уборщики и все остальные. К примеру, мы сделали синар и после того, как мы его сделали, пришли мастера и просто разрезали железо внутри синара и тем самым его испортили. Вот я вырезал дырку. Видишь, она аккуратненькая и красивенькая. А теперь иди сюда. Железные направляющие, которые просто разрезаны. Из-за этого стенка теряет свою прочность и жесткость. И как решить эту проблему? Отношение к интеграции должно быть серьезней. То есть мастер, который приходит и работает на изделии другого мастера, должен относиться к нему с пониманием и делать свою работу не за счет других мастеров. Следующая почва для конфликтов – это изменение чертежей вследствие требований заказчика. Условно говоря, если мы возьмем этот месяц, чертежи, которые я получил на руки в начале месяца, они три раза изменились и у меня на руках сейчас четвертый чертеж. Каждый раз в чертежах есть изменения, и они в основном происходят после того, как уже изделия построены. То есть это разборка или подрезка или сломка изделия, которое уже стоит. Решение, в частности, этой конфликтной ситуации всегда падает на управляющих компаний, которые должны будут договариваться и выбивать эти дополнительные оплаты для рабочих, которые всегда не присутствуют в начальной смете. Я, как человек, который платит зарплаты, готов подтвердить, что все эти конфликты в конце приводят к огромному финансовому ущербу. В данный момент все стенки построены и зашпаклеваны. Вчера пришел управляющий нашим этажом и сказал, что все эти стенки, на них будут висеть телевизоры. По израильскому текину, стенка, на которой висит телевизор, на первый слой там должна стоять деревяшка. Соответственно, все стенки на этом этаже посередине, вот в этом месте, будут открываться где-то на 2 метра, вставляться деревяшка и потом зашиваться снова геррисон. А заказчик не всегда готов покрывать дополнительные расходы. И поэтому это ложится на плечи нашей компании. Разумеется, все дополнительные часы, которые сотрудник потратил, мы обязаны оплатить. И это то, что мы делаем. Следующая конфликтная ситуация, это когда из-за сжатых сроков все мастера загоняются на один этаж и начинают работать на очень узком пространстве. Соответственно, каждый радеет и робеет за свою работу, хочет продвинуть ее как можно быстрее. Иногда старается это сделать за счет других. Очень много конфликтных ситуаций вокруг, иногда доходит до драк. Мы очень не любим работать всей толпой на одном этаже, но довольно-таки часто это происходит. Я думаю, что решение этой проблемы просто в оптимизации работы. Управляющие настройки должны распределять работу так, чтобы у каждого был свой задел времени и задел пространство для того, чтобы он хорошо и быстро сделал свою работу. Просто оптимизация. Также присутствует очень много бытовых ситуаций, таких как подъем материалов, один лифт на весь объект. Соответственно, люди кучкуются, все нервничают, все хотят быстрее начать работать или закончить работать, или получить свой материал. Это все очень благодатная почва для конфликтов. Опять возвращаемся к управляющему составу на объекте. Если управляющий состав понимает, насколько это большая проблема и старается, по мере возможности, мы все понимаем, что есть сроки, есть работа, люди, но по мере возможности хотя бы разгрузить моменты подъема хомера, распределить между мастерами, сегодня электрики получают свой материал, знают, что он приезжает к ним, завтра гевесники, послезавтра мозганщики, то это начинает работать, и люди более или менее ходят спокойные. Следующая благодатная почва для конфликтов – это многокультурье, разные национальности. На строительных объектах присутствуют люди с очень много стран, и из Европы, и из арабских стран, и из Африки, и из бывшего Советского Союза. У каждого своя ментальность, свое понимание, что правильно, что неправильно. Эти сопротивление в основном тоже разжигают конфликты. К примеру, прослушивание национальной музыки громкой в течение нескольких дней на этаже приводит к срыву людей из другой культуры. Такие проблемы решаются только с помощью управляющего состава, которые должны просто вмешиваться в такие вещи и, ну, останавливать или как-то регулировать между людьми их поведение. Еще одна проблема заключается в том, что из-за того, что рынок переполнен требованиями и постоянно нужны люди, ты очень часто встречаешь людей не совсем профессиональных на объекте, которые не совсем понимают, как работа должна делаться, не знают начального или конечного результата. И вследствие этого, во время своей работы, они просто портят работу других мастеров. Я не вижу решения для этой проблемы, потому что люди нужны всегда, и они, конечно же, не всегда будут суперпрофессиональны. Некоторые начинают учиться и со временем, наверное, станут профессионалами. Ну, я бы сказал, по возможности надо набирать людей, которые имеют хоть какое-то представление о стройке, и это уже всем остальным поможет. Еще одна очень острая проблема, с которой почти каждый человек, который работает в Израиле, сталкивался, это воровство инструментов на объекте. Воровство процветает всегда. Да, я на рынке больше 10 лет, и я не помню, чтобы когда-то об этом не говорили. К примеру, был случай у нас год назад на объекте, было украдено инструментов из Махсана на 50 тысяч шекелей. Да, был у нас один вопиющий случай воровства, когда в фирму строился человек русскоговорящий, и через 3-4 дня со склада исчез весь измерительный инструмент. Как вы все знаете, это самый дорогой инструмент. То есть там каждый прибор стоит по полторы-две тысячи долларов. И в один прекрасный момент я открываю помещение, и вижу, что отсутствуют все лазеры и все электронные метры. Мы начали проверять по камерам, и мы увидели, кто зашел, кто взял и кто вынес. Понятно, что началось разбирательство, и мы решили этот вопрос. Но ущерб, который принес этот человек, он был даже не финансовый, а то, что остановилась работа. Потому что без измерительных инструментов невозможно работать. Это идет отбивка полов, отбивка потолков, это направляющие линии. То есть у нас остановилась работа на полтора дня. И это был гигантский ущерб для нашей компании на этом проекте. Пока начальник фирмы реорганизовал весь инструмент и работу, фирма потеряла еще несколько рабочих дней. Удар был просто сумасшедший и в моральном, и просто в финансовом плане. Вот, например, ситуация у меня была, когда мы строили на Майкрософте кампус. И прохожу я по какому-то этажу, и вижу, сидит рабочий, араб, в каске мастер-класс. Я всех наших рабочих знаю лично, большинство из них я принимаю на работу, их оформляю. Я вижу, что, во-первых, у нас нет арабов, во-вторых, этого я точно не знаю. Я такой посмотрел на него, и эти каски наши, мы их сами покупали за наши деньги, это раз. Во-вторых, если не дай бог что-то он там где-то сделает, потом придут к нам, скажут, там снимут видео, вот, пожалуйста, ваш работник, и написано мастер-класс. Подошел к нему, говорю, где ты каску взял? Он говорит, это моя. Я говорю, в смысле твоя? Он говорит, типа, ну это, типа, моя каска. Я говорю, не, это не может быть твоя каска. Он говорит, почему? Я говорю, потому что это, потому что на ней написано, типа, вот, на ней написано мастер-класс. а он по ходу даже не понимает что что а что ему пытаюсь объяснить и он мне говорит короче что теперь говорит каждая каска на которой будет написано вид мастер-класс это ведь что твоя каска я понял что не с кем разговаривать что обратился как бы к вышестоящему там руководству все решили если вы знаете а еще каких-нибудь ситуациях и хотите добавить мы ждем ваших комментариев ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь мастер-класс